Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис, и сегодня я бы хотела вам рассказать про рецепт соуса, который в моей семье очень любят все мои домочадцы. Гости тоже не отказываются от этого угощения. Осень – это щедрая пора, когда у нас созревает урожай всяких необычных овощей, которые мы сажали в этом году. И в этом году, как и несколько предыдущих лет перед этим, я уделяла особое внимание острому перцу. У меня собралась небольшая коллекция, но просто коллекция ради коллекции – это не очень интересно. И всегда, конечно, ищешь применение вот этим необычным продуктом, который мы не всегда привыкли использовать. Кроме того, что я мариную острый перец, я делаю острый соус. В моей семье он получил кодовое название «Табаско». Хотя, конечно, от оригинального «Табаско» этот соус отличается. Но прежде всего тем, что он более адаптированный к нашим вкусам. Он не настолько острый, но в то же время он имеет своеобразную остроту и прелесть. Для его приготовления нам понадобится не так много продуктов. Это будет перец овощной, сладкий. Вы можете использовать любые сорта, которые вырастили. Не обязательно это могут быть товарные перцы, это могут быть какие-то маленькие деформированные плоды, которые не очень-то годны для подачи на стол, но для соуса они вполне подойдут, поскольку мы их все равно измельчаем. Кроме того, нам понадобится острый перец. Вот это у меня сорт «Посейдон» называется. Он умеренно острый, он не слишком жгучий. В принципе, его даже можно есть сырым. Ничего при этом не произойдет страшного, если вы привыкли к умеренной остроте. Вот этот перец более острый. Он отличается тоже достаточно умеренной остротой, но все-таки он острее. Это сорт «Севрек» турецкой селекции. Ну и два перчика, которые в моей семье никто не может взять в рост целиком. С ними я даже работаю обычно, когда их чищу и режу в перчатках, поскольку жгучесть их такова, что сохраняется на коже длительное время. И потом при почесывании элементарным можно нанести очень сильное раздражение кожу. Вот это перчик «Птичий глаз» тайский, очень-очень острый. И вот этот перец, он у меня без названия, но он также отличается очень сильной остротой. Кроме перца нам понадобится чеснок и небольшие дополнения в виде соли, сахара, обычного 9-процентного столового спиртового уксуса и крахмала. То есть вот обычный крахмал. Вы можете использовать с равным успехом картофельный, кукурузный крахмал, такой, который вам больше нравится. Крахмал используется как загуститель, поскольку длительное время уваривать на кухне в жаркую погоду не очень хочется. И я для себя нашла такой способ загущения соусов при помощи крахмала. Я понимаю, что для кого-то, возможно, этот метод покажется не совсем правильным, но это мое решение, вы можете заниматься длительным увариванием. Ну и кроме того, нам понадобится обычная пищевая вода. Сладкий перец, мы удаляем из него сердцевинки и семена. Поскольку у них в семенах остроты нету, у нас этот перец, он идет в основном для придания именно аромата и перечного вкуса, но не остроты. Всего нам понадобится приблизительно полкилограмма сладкого перца в очищенном виде. Главное, чтобы в среднем это было около 500 граммов. Здесь 500 граммов, 515 граммов перца сладкого. Мы его кладем в кастрюлю. Здесь не имеет никакого значения, как именно вы нарезаете этот перец. Это просто для того, чтобы он быстрее разварился, быстрее достиг нужной консистенции нам. Затем мы очищаем только от плодоножек, мы удаляем только хвостики с нашего острого перца. Для того, чтобы перец сохранял необходимую остроту, мы его варим вместе с семенами. Основная острота у перца расположена в зоне самой семенной камеры, там, где находятся семена. Острого перца нам понадобится порядка 250-300 граммов. Перчик наш готов. Его мы также опускаем в нашу кастрюльку. Можно его частично измельчить, можно не делать этого. Все зависит от того, какой величины ваш перец. Я обычно крупный перец нарезаю на несколько частей. Самых острых, товарищи, я кладу в кастрюлю без нарезания. Нам необходим литр воды, которой мы заливаем наш перчик, для того, чтобы он быстрее разварился. Потому что сам по себе перец достаточно сухой и варится он не слишком быстро, если его не залить водичкой. Варим мы наши основы для соуса около 20 минут с момента закипания на не очень большом огне. В этот момент, пока у нас варится наш перец, нам необходимо подготовить чеснок. Здесь совершенно не важно, какой величины мы используем чеснок. Главное, чтобы мы очистили приблизительно 70-80 граммов чеснока. Наши перцы проварились 20 минут после закипания. И теперь пришло время измельчить их. Я использую для этой цели погружной блендер, но вы можете использовать любой блендер, который вам более удобно. После того, как мы измельчили наши вареные перцы, добавляем в эту массу чеснок. Вы можете измельчить его вручную, можете использовать для этого довилку, либо через мясорубку его пропустить. Тут, в принципе, это не имеет никакой совершенно разницы. Главное, чтобы чеснок был достаточно мелко измельчен. После того, как мы добавили чеснок, мы добавляем сахар. Три столовых ложки нам сахара необходимо на это количество. Затем мы добавляем соль. Я использую обычно крупную соль, но вы можете использовать метку. Главное, чтобы она была не ядированная. Столовую ложку соли на это количество мы используем. И затем мы добавляем загуститель крахмал, который нужно развести в холодной водичке. Мы используем три столовых ложки крахмала. И заливаем холодной водой. В количестве около стакана воды нам нужно будет. Ну и единственное, что, конечно, необходимо его размешать, чтобы он не осел на дне нашего стаканчика. В зависимости от того, какого цвета перец вы используете, цвет соуса может изменяться. Он может быть у вас красный, вот такой оранжевый, как у меня сейчас получился, либо практически зеленый. Все зависит именно от того, какой перец вы используете при приготовлении своего соуса. Иногда можно встретить похожие рецепты с добавлением томатного сока. То есть вместо воды добавляется томатный сок без семечек и кожуры. Этот рецепт тоже имеет право на существование. Получается довольно вкусно. Но все-таки вкус отличается от табаско, в состав которого не входит томат. Попробуйте сделать соус с томатом, без томата. И попробуйте, какой из них вам понравится больше. Наш соус достаточно загустел. И в конце варки я всегда добавляю уксус. На это количество продуктов нам необходимо 100 мл уксуса. Хорошо перемешиваем. И в принципе наш соус готов для того, чтобы закрывать его в баночку. Этот соус хранится хорошо как в погребе, так и при комнатной температуре. Для его хранения не нужно каких-то специальных условий. Единственное, сразу после того, как я его закрыла крышечками, я его ставлю приблизительно на 3-4 часа под одеяло в теплое место, чтобы он закончил стерилизовать крышечку саму. Крышку перед приготовлением я просто заливаю кипятком. Не варю ее. Она, в принципе, вполне достаточна этого для того, чтобы соус наш хорошо хранился и ничего с ним не произошло. Надеюсь, что вы приготовите такой соус по нашему рецепту. Делитесь своими замечаниями и своими рецептами в комментариях. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!